Мужики, всем привет! В общем, трактор разобран. Меняю мост. Стоит вот так по над стеночкой все аккуратненько. Можно было, конечно, все это покомпактнее, по большому счету. Я так смотрю, все это дело может вместиться в разобранном виде на балконе, если нет места, где его ставить в собранном состоянии. Не хватает единственной коробки, вот она, и передней балки. Она пристегнута к раме. Вот такие вот вещи. Но видос сегодня не об этом. Пока занимался мужики мостом, поменял ему сальник, почистил редуктор. Сейчас буду ставить сюда сальники, заваривать чулок. Видели, да, в прошлом видосе трещины на чулке. Сейчас позавариваю. Короче, звонок. Придите, заберите посылку. Точнее, курьер привез. Привез двигатель. Заказывал движок, мужики. 7 лошадей со стартером. Прямо на него. Мощнее у меня есть, а этот трактор делался именно под 7-сильный мотор. Почему? Давайте в процессе видоса расскажу. А сейчас я его на камеру хочу распечатать. Может, там вовсе не движок. Потому что заказывал через интернет сайта всем известного Алиэкспресс. Но с российского склада пришел он с Екатеринбурга. Вот такие дела. Короче, если интересно, смотрите видос до конца. Давайте распечатаем. Так, ну, внешне. Внешне вроде коробка. Вот кроме вот этих вот вещей. Вроде бы целая. Не знаю, как там его доставляли, перевозили. Но, я думаю, отдали мне его вот так. В таком вот варианте. То есть, коробка стоит правильно. Привезли мне ее правильно. Не знаю, как она транспортировалась. Но, тем не менее. Кому интересно, вот здесь можете почитать габариты, вес. Вот такие вот дела. 20-й вал. У меня движок стоял. Вот он. Раньше был зеленый, потом его перекрасил в черный. Здесь 19-й вал. Почему меняю? Об этом позже. Ну и тот без стартера, этот со стартером. Поэтому аккумулятор взял вот такой маленький. Ладно, хорэ-ля-ля. Ставлю камеру на штатив. И вскрываю. Ну что, погнали. Как говорится. Смотреть. Специально камеру пока в сторону, потом его сюда поставлю. Номер модели, если кому-то интересно. Фирма вот такая. Так, мужики, ну что-то есть. Что-то есть, похожее на двигатель. Прямо, не знаю даже. Наверное, двигатель. Та шучу, конечно. Так, какая-то уже запчастюлина здесь. Гаечка, не знаю откуда. Но уже присутствует. Будем посмотреть. Так, пенопласт. Шпонка в наличии. Шпонка есть. Все, коробка дальше пустая. Так, ну сейчас поближе мы его поставим как-нибудь. Как-нибудь. Не буду этот самый выключаться. Чтобы потом не сказали. Что что-то сломал. Так, я надеюсь, видно. Ага, камеру надо переключить. Буду так снимать. Она фронталочку. Так, провода аккумуляторные. Вот они. Это минусовой. Это, мужики, плюсовой. Сейчас посмотрю, потом переключусь и более детально рассмотрим. Может, тут какие повреждения еще присутствуют. Визуально пока не вижу. Ребра вроде целые. Не сломанные. На воздушном вот такая вот заверточка. Даже посмотрим сейчас фильтр. Фильтр вот такой стоит здесь. Без масляной ванны. То есть, если честно, в масляную ванну никогда масло не заливал. Масло слито. Ну, понятное дело. Ключ в замке. Вот такие дела. Крышка, как всегда, такая дерьмецо, откровенно говоря. Бак сухой. Так, ладно. Визуально вроде все на месте. Откуда? Вот эта гаечка, я не знаю. Я думаю, найдется. Возможно, лишнее. Возможно, и нет. Разберемся. Все, сейчас камеру переключу. Более детально мы его разглядим. Так, мужики, ну, более детально посмотрел. Так, я и не нашел, откуда вот эта гаечка. Гаечка. Шпонка, я вам уже говорил. Она в пакете вот здесь. Это такой-то чехольчик под шпонку, чтобы она не терялась. Вот. Масла в двигателе, понятное дело, нет. Поэтому сейчас первым делом, это первым делом регулирую клапана, ставлю нужный зазор, заливаю масло, заливаю бенз, даю ему потарахтеть на холостом ходу примерно часик, а может и того меньше. Сливаю масло, заливаю новое. Фильтр. Фильтр, как я уже только что говорил, такого плана, без этой масляной ванны. Вот. Сверху поролон, а внутри он должен быть бумажный. Да, давай, выкручивайся уже. Вот. Как-то так. Да, внутри он бумажный. Ну и хорошо. Вот такие вот, мужики, дела. Все, в общем, регулирую, заливаю, заливаю бенз и пробуем заводить. Как ручным, где он там, где он? А вот и не стартер. Так и от аккумулятора. Да, мужики, забыл сказать, вот единственное, единственное, что мне не нравится здесь, в этом двигателе, это то, что стоит вот этот выхлоп повернут в сторону меня. Все выхлопные газы. Вот этот момент тоже исправлю. Блага тут они хоть на 4 маханьки-маханьки прихватки поставлены. Поэтому аккуратно миллиметровым диском это вот подрезаю и вот эту штукенцию либо разворачиваю вперед, либо разворачиваю вниз. Ну, скорее всего, я ее просто выкину. Пускай выхлоп идет вбок. У меня было именно так. Выхлоп был вбок. Так, друзья, вскрыл крышку клапанов и, как говорится, еще один сюрприз. Начинаю промерять 0,15, выхлоп 0,20 и что вы думаете? Зазоры идеальные. Выпускной 0,25 уже не лезет, впускной 0,20 также уже не лезет. Обалдеть! Обалдеть! Так что собираю все обратно, заливаю масло бензин и заводим. Все, крышка стоит на месте, но что-то мне не нравится вот этот болт. Как-то он сильно мужики, выкручен. Или мне только кажется. Но, если что, отрегулирую. Это не проблема. Так, мужики, что там? Запись идет. Микрофон включен. Давайте сейчас залью бензо сюда. Сеточка целая. Сеточка целая это радует. И попробуем его завести. Может и не заведется. Вот будет прикол, да? Заведу здесь в мастерской, а тарахтить он будет у меня на улице. Это чисто на камеру. Там ветер сейчас сильный. Что там? Сколько я? Да хватит. Хватит. Вот, как-то так. Аккумулятор подключил. Вот. Вот этот провод плюсовой, который был, снял. У меня аккумуляторы уже там подведенные они. Так. Краник открытый. заслонку закрываю. Ну что, ключ на старт. Заведется, не заведется? Ага. Красавцы, что подсказали. Пробочку-то надо завинтить. Хочешь быстро, не спеши, да? Как говорится. пробки конченые. Ну пойдет. Это пока новенький, я протираю. Как только станет под капот, все. Капец ему. В пылище будет. Ну что, пахнули. Пахнули. конечно на плиточки у колбасит мама не горю на какую-то площадку или на площадку прикрутить его на ту которым будет стоять ну завелся нормально без заслонки не хочет конечно сейчас некоторые скажут ты газонул два раза так нельзя он же новый газонул два раза и все сейчас через часик поменяю масло и буду меня называть постоянно вот такие вещи пускай сначала на поработает масло поменяю оглушак эту вырежу в любой момент это уже тема отдельная все мужики на этом можно в принципе видос закончить не знаю длинный он получился короткий ну как то так поэтому я и брал маленький аккумулятор потому что знал что двигатель ко мне уже едет и вот он приехал или вращать вот такого диаметра до поршень или у такого так что этого аккумулятора мне за глаза хватит как то так все всем пока с вами был санек продолжаю снимать видос по замене моста там очень интересно я не думал что замена моего моста будет интересная не только для вас но и для меня потому что есть сюрпризы очень такие сюрпризные сюрпризы ладно всем пока а